в общем чушь там поехали чушь там внезапно ничего не отвалится глубоко в лесах альбиона притаилась деревенька у квейл не тронутые временем и войнами нет я не настроил нормально звук здесь жил один мальчик и его семья мальчик мечтавший о славе о том чтобы однажды стать героем мои уши порой он представлял себя благородным рыцарем или могучим волшебником а временами видел себя воином зла но сколько не мечтал он и представить себе не мог что за судьба была уготована ему на самом деле просыпайся опять замечтался что весь мать вечно в облаках пошел бы лучше сестру поискал что она играет мороз на холодном поле и не забудь ты еще ничего не подарила однажды только не говори что забыл пропадал учебного залика салатка тебя спасать ему я лучше дам тебе по монете за каждое срочно так ты быстро соберешь на подарок а теперь ступай и веди себя хорошо громкий звук но я хотя бы в этот раз выключил в общем вырубил наставника чтобы он там не орал периодически иди давание моя тыкатка шутка станет героем что я слушаю сынок не болтай об этом моя жена сидит дома а ясно человек имеет право делать что ему нравится согласен слушай-ка если ты сохранишь это в тайне целый золотой молодец радио вот мой тебе совет не привязывайся ни к одной баре о себе заботься все остальное ну иди сюда изи первый злой поступок я постараюсь не заводить семью впрочем посмотрим сложится здравствуй друг вот хорошо то слушай мальчик сделай одолжить мне надо сходить ну знаешь просто стой между штабелями и когда вернусь от благодарю все я не над звук игры самое забавное что что так вообще тогда пробовать если даже так не получится сделаю просто выброси там звуку под вырублю как ты здесь во всей игре звук не соотносится говорят тихо музыка фоновой орет так что просто забей а уж когда идут ролики там просто у меня барабанные перепонки в ужасе скукоживаются и пытаются убежать из головы а мой брат говорит что в бочках на складе бывает такие штуки ритов картоха нет это православный оригинал пока мужик ходит если не боишь ну пошли чего поломаем если здесь повсюду было мыло это был бы ремастер типа графоний сидела поставил себе новый патч на варик я ждал нового графония что там графония не завезли все таки я жаловаться ну да ладно эй кура потренироваться на большие соревнования выходить как теперь с звуком получше стало скажу твоему папа чем не защитила добрый поступок неужели насколько невнимателен что даже не видит того что в бочке вдруг куда-то исчезли внезапно впрочем нам пора дальше идти творить добро позже потерялся его оставил его надо заплатку поменять а я не могу его найти помоги позже это такой плюшевый миф ты мелкий недоумок на той неделе накопи побольше денег помоги убери его от меня он повсюду ходит и бьет маленький а ты ведь сильный он тебя помоги он повсюду а ты ведь конечно я сильный смотри о нет то этот гад ко мне пристает и ты меня тоже бьешь просто мы с Эмили хотели поиграть с Мишкой вы хоть скажите что я сделала а знаешь когда тебя бьют все подряд возможно дело все таки в тебе а не в окружающих ну забирай Мишку если ты тогда отстанешь может мелкий гад как-то провоцирует всех а ты что скажешь ну бас эй уйди что делай как тебе это все понял не буду его трогать только не бей меня больше спасибо только меня так не бей а как вот так на помощь а ладно не буду уболтал чертяка язык гатый думал русской озвучки нет в природе да вроде она всегда была по-моему как только игра вышла она была ты нашел рози большое спасибо для третьей нет озвучки пойдем рози для третьей для третьей а что со второй было я вообще не помню второй фейбл абсолютно вон он поросенок я иду за ним так я поймал мне сообщили уничтожение активное соподобное поведение более-менее помню первый фейбл задумайся пока что я тебя и еще какой-то фейбл не помню какой-то я еще играл но точно не последний право слово куда и где это мой муж бездельник шляется небось с бабой я ему дом содержит детей расти если ты его найдешь скажи мне ладно да изи вот как так я его оборотни спасибо что сообщил я так ну что достаточно добрых дел на сегодня лимит добрых дел на сегодня исчерпан я папашки доложимся я человек слов но не думай что на хулиганство я буду смотреть постарайся не лезть в непри пожалуйста ногти а 6 золота я играл очень давно субтитры были какой-то совсем-совсем видимо играл не в полный и качественный перевод от фаргуса а во что то совсем непонятно а ну значит значит наверно это было все таки третья вторую скорее всего я пропустил что-то что-то как-то одна девочка не завелось мне икс коробки а подарка у тебя еще у меня случайно улыбка на лице любой сестры гарант а можно две 6 монет а ну значит я в триде играл и по-моему даже его не допрошел почему-то что-то с этим мальчиком не то а мне казалось много фейблов выходило кстати саптит не успел спросить у тебя в прошлый раз как как тебе дивизион я так краем глаз заметил что ты вроде как уделяешь ему некоторое время я надеюсь ты не забыл какой сегодня день как в том году извини что я тебя ночью разбудила это ведь вроде та самая игра с тем самым эпичным графоне на поле а потом что-то случилось но я не помню что хотя это ерунда а вот подарка я еще не получила братского лещать ей просто дать я знала что ты мне подаришь конфеты все как было во сне пойдем домой мама может с минуты на минуту появиться ну пойдем пойдем а подожди что-то не так разбойники это все по правде они здесь тебе надо спрятаться все не будет его больше вести дорога приключений даже несмотря на то что они попали ему в колено компанией играть надо я просто даже стримов не смотрел по дивижину только зло пришло воугу квейл разбойники с огнем и сталью сжигавшие рубившие все на своем пути ужас ужас какой ночь озарилась кровавым пламенем люди кричали и молили о пощаде и вскоре улицы были завалены телами не могу на это смотреть и вот нападавшие дошли до последнего дома где жила семья нашего мальчика его то и искали жестокие убийцы отец встал на защиту своих родных но не был он воином и пал смертельно раненый разбойники перевернули весь дом но мальчика так и не нашли его мать и сестра молчали несмотря на все пытки и угрозы в результате злодеи увели обеих с собой спрятавшись в лесных зарослях мальчик смотрел как вся его прежняя жизнь обращается в пепел он остался один что же делать как бордер лэнс ли диабло с непонятным пвп повторяющимся висе то есть не фонтан да хотя многим нравится бордер лэнс даже я пытался в него играть а что-то не пошло что-то где-то не пошло то есть типа шутер с прокачкой да хвоот хя-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ажа-х qualifications нужно уходить тут небезопасно да ну вон там ура стоит и даже никто не тронул а ты говоришь небезопасно тогда дай мне руку и дали видали вон кура стоит ура потом на всех доложит еще известно это дело нельзя оставлять свидетелях курить они тут же идут докладывается стражником а потом вам штрафы прилетают я думал у тебя желудок покрепче с друзьяшки с кем можно играть такие силы мальчик не со мной тебе нужно драться ты может этого не понял но это я с твоей жизни видимо это играть и для меня ничего если ты остался там погиб вместе со всеми идем со мной есть некоторая сложность с друзьяшками меня зовут мэйс я когда реально вероятно и должно быть слышала как нубасы просто вырезали всю деревню и оставили урок скуру оставили да вообще первое чего надо было избавиться я предсказал я тебя наставлю дальше он будет заниматься твоим воспитанием я привел тебе нового ученика отведи его наверх в комнату той девочки на мой взгляд на будущего героя ты не похож но мэйс наверно знает что делает что ж иди за мной мэйс напоминает с этим кого-то мужика из да у секса первого комната у вас будет на двоих суиспер одной из лучших наших учениц утром с ней познакомься там почти что она пошла в лес поиграть да усе пока что тебе нужно поспать учеба начнется завтра а еще напоминает эльфа из драгонейджа 2 любители сердец и вообще эльфа весьма специфичные вкусами пора вставать и лириум татуировками это ты что ли сосед мой мелковат что-то меня звать выспер я тут уже месяц и до сих пор у меня была собственная комната главгерой все-таки помоложе немного хотя ладно ты знаешь что ты во сне разговариваешь будто тебе снится что-то страшное это со многими бывает первую неделю для некоторых она же становится и последний и для тебя станет если не пошевелишься а ведь деус вышел года на 4 раньше ты же не хочешь первый день опоздать двигай за мной а ведь деус это ведь где-то 2001 год 2000 а фейбл 2005 скопипастили предпервые наверное наставнику надоело тебя ждать нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем пошли пошли девочка радгардка мы говорим о том что я самый быстрый бегун в гильдии я могу добежать до врат и обратно за пять это изи тогда бежишь до врат я добежал за 50 секунд быстрее никто не может смотри и учись не бас как это делается как это делаем мы профессионалы главное это удобные и легкие вьетнамки на ногах а то ты не залипать еще на мосту тоже очень важно нет проблема с хождением в поворот так ведь не успеть можно можно ведь и не успеть да не бред какой-то конечно успею изи вообще да я бы быстрее потрясно как ты так смог я просто потому что ты ну бас без спортивной обуви расстояние не имеет значения оракул джейси джейл либо брат его либо брат его откуда такая они такие похожие ты можешь понадобиться нам здесь кто знает какие битвы нам еще предстоят кто-то переиграл в скейли знаете слишком очевидны чтобы их игнорировать а северные пустоши слишком долго были отрезаны от гильдии возможно возможно что наоборот давно не играл в скейли ну надеюсь никто не решит что ты берешь от битвы в битвы казаться в скейли люди ведь так любят болтать болтовня не имеет значения да минует тебя судьба хитрец а это уже как повысили местный драугар заходи это был жнец когда-то он был великим героем и некогда плоть покрывала его кости и кровь струилась по венам ныне он пустая оболочка что ему ведомо о тяжести выбора гнетущего нас поищем может татухи хотя можем потом поискать да определенно можем потом поискать всякие крутые стрижки татухи ну чтоб быть по брутальнее теперь понял да в конце концов каждый герой хочет быть по брутальнее хотя бы чуть чуть вот бы щас яблочный пирог испечь я кстати сегодня и так сегодня наконец-то впервые наверно за полгода выбрался в кино представляете тут тренируются лучники аж нам сходил от лип от подушки на зверополис выживаются посмотрим выйдет ли из тебя толк ступай в круг теперь ударь чучело как можно сильнее продолжай пока я не скажу хватит даже не это несет какого-то негативного контекста просто выражают цвет кожи а вдруг нас будут смотреть афроафриканцы они услышат слово негр это первое что привлечет их внимание и все вот у меня уже не политкорректный канал плохая репутация и попробуй потом докажи что ты не это имел ввиду а просто цвет кожи афро негр афро негр фондю бусить с кем ходил до знакомый меня пригласил кто еще может пригласить слабовато выходит верно не женщина же шкатца до конца в общем вполне милой мудли для семейного просмотра поколоки его палки как следует да так то лучше будет когда ты убиваешь врага из него выпадает искорка опыта она содержит знания приобретаемые тобой за победу над врагом искорки эти обязательно надо есть даже смешные моменты иди подними не очень много но есть мы займемся в гильдии бьют тревогу похоже в лесу появились какие-то твари это фондюта кстати не побудет нормально среди него ведь понерфили займись этой проблемой а я буду ждать тебя у выхода из леса раньше были божественные обсудим начало твоего обучения 2 маны в секунду теперь непонятная 25 процентов регена еще и всего 50 маны против 100 кому нужно такое фондю не ну нужно конечно но но уже не торт фондю уже не торт малка и лест жуки-убийцы размотать всех и не получит по лицу все миссия провалена фармим жуков в лесу собираем души все как надо играет жуки какие-то странные звуки предсмертные молодец мой мальчик все жуки мертвы можешь возвращаться спасибо ледян а еще я сегодня выпил очень много холодной воды по-моему опять мальчик простыл вот ты заслужил небольшую сумму на карманные расходы если хочешь заработать больше уверен услуг найдется для тебя работа ну ничего я уже заранее закинулся всякими веселыми средствами гильдия гильдия стала для мальчика всем память о пожарище все еще жгла его сердце но вскоре он перестал думать о чем-либо кроме тренировок и сделался сильным и ловким дни его были наполнены тяжкими упражнениями ночи занятиями в библиотеке лучше бы умным сделался а не сильным и ловким как и предсказывал мэйс спустя несколько лет он стал послушником гильдии начиналась настоящая учеба большие страшные ножницы не подвезли а ну вставай лежебока нас между прочим наставник ждет за ручьем давно уже ждет час наверное давай пошевеливайся бегом да если он час уже ждет не обломаться еще пару минут подождать как так спешишь татуировки по шкафам валяются интересно почему их никто кроме меня не берет хотя это наверное было бы уже слишком представляете игра такая да где то не успел из тебя уже все сделали ты приходишь и там ни квестов ни опыта ни мобов ничего нет хотя подождите по моему онлайн и в играх так и есть хотя нет там же все респавнится постоянно респавнится нет была такая игра космические рейджеры она называлась там можно было принять куда нибудь не пойму как это у него вышло я ведь никогда не проиграл а уже все закончилось всех победили или наоборот все уже дружно проиграли а ты опять опоздал палку теперь можешь выбросить дальше начнутся тренировки с настоящим оружием привыкни к весу меча а потом посмотрим сумеешь ли ты достать ему эспер божественного первого дс решил вторым заик он совсем не заходит ну слушай я должен тебе сказать что у меня он зашел только наверно раза с третьего первый раз меня закошмарило управление второй раз меня закошмарил тролль которого встречаешь в лесу плюс управление на третий раз а не помню из-за чего закинул игру на третий раз тоже наверное из-за управления а с четвертого раза пошло внезапно если этот респавн помогал а что не помогает мне этот респавн посмотрим как ты справишься малек ух повезло видали видали здесь мечи самообмазываемые ух повезло будешь прожить подольше научись отражать атаки противника я же умеет перекатываться стараться тебя поразить ты должен защищаться закрыться можно не от всякого удара но суиспер ты вроде должен справиться всегда время заставать когда кто что то говорит сынок не пропуская удары забыл про блок в общем нужен блок когда есть божественные перекаты правда здесь они не такие божественные как будто главный герой адаптированность не качал в другой раз не защитишься а вообще диан может пройти еще раз первый дс теперь попробуй сочетать пока второй не заходит первый дс можно изи пройти сходу раза три здравствуй громобой пришел проверить как дела у твоей сестры можно и так сказать уиспер говорит ты поставил ее в пару с каким-то мальчишкой мэйс считает что у него большой талант любые логи моба на одну две пары давай проверим они с уиспер сейчас отрабатывают боевые навыки а когда я играл целых три дня как правило большие случаи мобов не таки хватало на локации ну по крайней мере на первоначальной прокачке приготовьтесь ну а тебе в щит вон там очень плохо уиспер тебе нужно больше заниматься жаль что ты не видел когда прибежит чувак с копьем оба кончается это я очень хорошо заполнил я сама там оказывается тренируйся если бы нас не остановили я бы его добила у нас и так героев не хватает чтоб вы еще двое рвали друг другу на части познаешь дзен найдешь меня устрель непонятно выряженный гнум с копьем который больше его раза в три очень хорошо тянет за собой колокацию мобов там убивают супер лучший друг чтоб тебе вечно проходить сиро мадро продолжим занятие заколдуна начал не твое это нас там заколдуна ну заколдуна почти спидрат получается особенно если еще кольцо пообузить я прочего переполняшки хватает чтоб в ланшоте почти все кто-нибудь хочет пофехтовать божественный был но тут так вели дуал вилд ну и плюс силовые атаки ну типа силовые атаки правой рукой силовые атаки левой рукой поэтому пришлось сделать так на самом деле все равно привыкаешь к управлению так или иначе ну что, ты готов к уроку стрельбой? пионер тролляплесу зафармил 13 раз так души были нужны для начала попробуй поразить 3 неподвижные мишени что прочим, 13 раз завалить тролля то же самое, что один раз утопить если ты будешь тетеву, тем глубже стрела войдет в мишень только не выходи за пределы круга а драконьего всадника топить приятнее а если еще душу сожрать, то еще и больше 3 13 тысяч получишь по-моему, 12 тысяч за первого всадника дается плюс душа его то есть 20к сразу будь ты даже будь ты даже в одних труселях сначала достань мук хотя на самом деле, чем дальше венгете в принципе-то больше понимаешь, что кроме труселита ничего и не тудащит кроме труселита ничего и не нужно хорошо, ты поразил все мишени? просто мук но враги редко стоят на месте смотри, как ты справишься с движущимися целями рапиры он там рассыпается в путь просто забей как можно больше очков за одну минуту ближайшая мишень 1 очком средняя 3 а за самую дальнюю полагается 9 и не забывай, чем сильнее ты натянешь тетиву тем глубже стрела войдет в мишень а это значит больше очков но следует измерять силу, быстроту и точность стрельбы я понял ну посмотрим я готов самый точный глаз на диком западе наставник? сильно ага, наставник здесь так, ну в ближний я попал чудесно чудесно да ё-моя очень мощно, молодец ну а то в дальнюю еще выпаду что ты совсем хорошо стреляешь вот, прямо в голову, прямо в голову дальней ну почти хорошо стреляешь ну учитывая, как здесь стреляют остальные моя стрельба божественна как мы это уже выяснили не так давно добрый прицел теперь ты будешь учиться использовать волю когда будешь готов продолжать занятия скажи мне, я пойду на островок у водопадов давай-давай топи мне еще катану нужно выбить себе кто-нибудь хочет пофехтать? так, бой против уит хорошо, ступ за пять с плюсом получишь особую вещь где мой хаосблейд? подать его сюда это все что ты можешь? ну это не обмазку сбила это все что ты это все что ты хорошо пока что хватит почти безукоризненно 5 баллов за пять с плюсом получишь меч получше э, в смысле? бой против уиспер берешь там вообще что я плохо посражался это все что ты можешь она просто за спину зайти жаль бэкстабах нет так закрывается хорошо пока что хватит ухты весьма впечатляюще виспер должно быть стыдно 5 нужно ни разу щи не по это значит что я могу наградить тебя новым оружием а еще казуален еще бьешь мобов локациях ну да ну да задал ты уиспер жару ты не переживай все все кто проходил через dark souls били мобов поначалу я даже немного скучаю по тем временам когда я ходил убил мобов катана катана друзья к сожалению пока не заточена на тьму и обмазать ее нельзя стрела души а просто расстрелял коварно взял расстрелял я учился только оценки молодец говорили экзамен по стрельбе кому стрельбу сдавать мне даже молодцом молодец не говорили чушь там говорить про катана вот бы мне школе за пять с плюсом катана каждый раз кому наставник поручил мне проверить за пятерки у тебя есть смотрите как нужно на пять с плюсом стрелять показываю первый и последний раз так вот опачки начинаем с дальнего выстрела в голову и тут поехали поехали дальше не попадать просто с матч скилл изи сто баллов сильно все он уже признал мой скилл то есть москилл да вот так вот это да а что а я не плохо ухты ты поставил новый рекорд ухты я такого еще не видел пять с плюсом стрельбе заставник сказал что за идеальную стрельбу на самом деле это все уже стрельбе мили просто изи арбалет ты прекрасно стреляет скажем все дружно спасибо гг за то что мы еще раз это все проходим ты прекрасно стреляешь попробуй заставь себя дайте хотя бы не знаю да ну хотя бы четырех боссов убить первых ну в смысле которые открывают проход в храм получить четыре великих души задал ты уиспер жару там точно уже сможет ответить на вопрос вставлять тебя он или все-таки не вставляет гг как всегда а что нам здесь гг он опять не отвалил случайно нг плюс не добрался набить некоторых локациях много интереснее чем большинство боссов мобов бить интереснее чем боссов осталось только обучить тебя ну мобы это конечно разные бывают а если боссы тебя уничтожают то да тебе веселее мобов бича посмотрим что у тебя получится с ними сражаться и катану за так катану за дворочную медаль вот так а скольких ты поразил за пол минуты атакую только те чучело что смотрит я понял познаем темную сторону силы хорошо подожди пока восстановится запас боли а бутылочка есть? есть бутылочка? ты хорошо пользуешься магией катану не медали самый сложный босс и еще баншотная жопа под полом первого босса под полом первого босса а конкретнее за душ от которых придется перекатываться ну на самом деле первые наверное все очень хорошо очень хорошо мой мальчик ты постиг все проходили со щитом потому что реально первый удар когда да игра про щиты наверное или поброди еще по гильдии так хочешь там можно блокировать практически все практически любые атаки блокировались хорошо будешь готов ищи меня в зале карту а во втором как то больше про перекаты наверное что за гг что пошло не так да он там запорол божественное обучение прошлое все начало лагать отваливаться серые экраны смерти показывать и прочие прочие радости жизни темные призраки в руинах которые из-под воды то достается анарлонда вообще такая интересная локация особенно когда первое что попадаешь я по-моему в дарке задал ты уиспер жару первое что я сделал это почему-то отправился в анарлонда к одним призракам было страшно уже непередаваемое ощущение туда первое прохождение дарков когда ничего не знаешь бежишь там не в андат бурка куда-нибудь в анарлонда пилишь я не знаю или кому здесь магию преподать или на склеп отправляешься сразу к нита такое то веселье для отличников для отличников умирать что это оно Продолжение следует... Великолепно. Ставлю пять с плюсом. Я пока не видел никого лучше тебя. Пол проваливается и минус 45% КП. Да это демон, что ли, который жирный? Демон прибежища или убежища, как-то так. Ну, единственное его достоинство... Это то, что он... Жирный. В остальном-то он, собственно, ничего не делает особо. Таким, а ну соблокировал-то вроде все это. И вывели полностью в стамину. Всего 40, плюс кольцо поднимут. 40 это достаточно много в первом дарке. Это разве не кап в первом дарке 40? Там, по-моему, после 40 даже стамена не добавляется, только переносимый вес. Ты прекрасно стреляешь! Ты будешь защитник обездольных и злой грабителей сельских жителей? Ну, я даже не знаю. Мне надо подумать над этим непростым вопросом. Привет, Мефисто. 25 и 140, герои. Валенок все равно. Ну, по идее, у тебя должно быть все нормально, если 25 и 140. То есть там до 25, до 50, до 75 перегаты различаются. Слушай, мне надо в конце недели исправить красных яблок, если найдешь... Хотя мне недавно пояснили, что если вообще с нулем загрузки практически бегать, то перекаты будут еще лучше. То есть попробуй без всего, а попробуй и со своим снаряжением 25-килограммовым. Спасибо. Вот спасибо тебе. Вот. И сравни. Возможно, у тебя все-таки перегруз за 25. YouTube выздоровел? А я очень это надеюсь, что YouTube выздоровел. И что в этот раз я смогу все более-менее записать и выложить. Ах, проклятый! Мне нужно перебить этих воробьев, а то разгнездились по всей гильдии. Проклятые воробьи! Всю гильдию загадили! Ты только посмотри на них! За каждого убитого воробья даю 5 монет. Как еще одного подстрелишь? Приходи и говори! Какой злой дяденька, а? Он мне нравится. Что-то, кстати, не припоминаю этого квеста. Настрелял мерзких птиц! Ну и так-то просто. Они хитры, умны и организованы. Чего-то не подставляются. Так, ладно. Ты убил воробья! Убийца! Ну и все. Видимо, я предопределил теперь себе свою судьбу. Еще теперь не сделаешь с этим. Буду злодеем. Назад дороги нет. Какие все татуировки? А, я что-то смотрел. Точно. Мальчик быстро овладевал новыми знаниями. Гильдия стала для него домом, школой и жизнью. Но время шло, и мысли его возвращались к миру за ее стенами. К его прошлой жизни, к семье, отнятой судьбой. Наконец, наступил последний день экзаменов. Последний день его учебы. Он получит амулет и станет жить дальше по своему разумению. Он станет героем. Или не станет героем. Тут как повезет видеть. Но перед выпуском тебя ждет еще одно испытание. Ступай в лес и иди к бревну на вершине холма. Там узнаешь, что тебе предстоит. Удачи. Спасибо. Разве не кольцо Хавилла открывает самый быстрый перекат? По-моему, самый быстрый перекат открывает кольцо из... Из какого-то там дерева, кажется, оно называется, или как-то так. Которое выпадает с охранника Шивы, если вступить в ковенант лесных охотников. В лесу там, где за сифом идешь. Там будет стоять мужик, который оружием барыжит. Правда, он оружием будет барыжить после того, как перекочует... А в этот город... Вонючий город, короче, Блайт Таун. Но убить его можно сразу же. Как только вступишь в ковенант, шлепнуть его, и его телохранители. Если телохранители упадет в кольцо. Которое отдаст тебе новой анимации перекатов. И вроде как оно еще их улучшает. Мне кто-то объяснял там механику этого кольца. В общем, если у тебя маленький вес, то это кольцо просто мастер-хеш. А кольцо Хавилла просто в полтора раза вроде увеличивает переносимый вес максимальный. И это все, что оно делает. Пинать курит его, что действительно круто. Да я тоже так считаю. Быть простым слишком легко... Быть добрым слишком просто. С драконом дополнения хочу отрубить хвост. Удачи, что я тебе могу сказать. Отрубить хвост ему в соло, это такое себе. Такое себе безудержное веселье. Сидела в шлеме кабана. Там шлем кабана висит, как половина снаряжения, как правило. 25 без Хавилла. Куже, чем 25 с Хавиллом. Не-не-не-не-не. Другое кольцо. Другое кольцо. Хавилл просто вес увеличивает переносимый. И все. Сначала верю в воробей, потом каждая курица. Голубей надо сбивать. Здесь нет голубей, только воробьи. Безумные воробьи. Пинками скинул, забрал кольцо. Да и его все скидывают. Он, наверное, сильно грустит по этому поводу. Каждый, кто хотя бы раз прошел Дарк, обязательно его скидывает. Играет с ним в Леонида. Не вырастет некому будет. Все просто. Используя все, чему научился за эти годы, ты должен победить меня. Так, кстати, я ведь ворон большой. Начнем с меча. Ударь меня, если сможешь. Да, кольцо из темного дерева. На арту весе. Старый добрый щит и все торчит. Но я же говорю, что там в первом Дарке практически все блокируется. Все атаки боссов просто щит там безможно тащит. Славный удар! Давай, бейся! Очень... Что ты теперь хочешь? Теперь я расстрелял. Славный удар! Атакуй меня! Прекрасно! И, наконец, ударь меня молнией! Как ему нравится, когда его бьют, а? Темные воробьи не обсуждаются. Все. На пике не смог скинуть. Ну, мне кажется, на... Геймпаде чуть проще выполняется. Удар ногой, чем с пике. Ну, опять же, там стоит чуть-чуть привыкнуть, но... Никаких проблем. Давай! Хватит! Да, для новичка весьма неплохо. Настоящие схватки будут опаснее, чем это. Но ты прошел последний испытание и готов к тому, чтобы получить у наставника свой амулет. Там есть еще жрицы огня. Не только в храме огня. Сканализация олигатора дракон. С него пуха падает, стихо струбить. Три меча черного рыцаря упало. Ах ты лакерок. Впрочем, нет, не лакерок. Вот если бы тебе три алибарда упало подряд в трех прохождении в начале. Вот это был блокерок. Мне за все время игры в дарк упало два раза, наверное. Алибарда в начале. Вот и настал этот день. Я-то помню, когда ты тут появился. А теперь смотри, кем ты стал. Мейс не зря в тебя поверил. А теперь идем. Церемония выпуска будет проходить в палате судеб, в самом древнем зале гильдии. Да приблизятся ученики. Много лет трудились вы, чтобы удостоиться почетного титула героя. Сегодня ученичество ваше завершается. Которые в скрепе держат и тасуются. Примите же свои амуреты. Примите же опыт в новые навыки. Это надо делать почаще, тогда ты будешь развиваться. Скелет колесо. Войди в лучи света, я покажу, как это делается. Кручится и мат выходит из уст. Да-да, в первом дарке скелеты колеса это просто... Вот, сиреня все верно говорит. Во втором дарке на всю игру всего два скелета колеса. Они не такие страшные. Неприятные, конечно, но по сравнению с первым дарком это так. Сначала выбери область развития. Силу, навык или магию. Видишь в левом нижнем углу экрана полоски текущего опыта? Общий опыт накапливает... Ааа, ты выбрал навык. Ты можешь стать метким луч... Ааа, ты выбрал силу. Ты можешь стать великим воином. Больше я тебя ничему научить не смогу, но ты всегда можешь просить у меня совета. Может, поставник? Времени я буду связываться с тобой через твой амулет. Наберешь достаточного опыта, увидишь, он замерцает. Я дал тебе кое-какие припасы, на первое время хватит. Перед тобой лежит целый мир. Это крутяк. Делие здоровья, лампа, яблочный пирог. Что происходит? У нас есть лампа. А значит, мы можем сразу пойти... Раскрыть секретный секрет. Достать какой-то ништяк. Не помню, что там, но, по-моему, что-то не очень крутое. Сюда посмотри на бас. В виде колеса песенка вспоминается. Короче, в первом дарке они капец какие лютые. И это славно. Невероятно догадлив. Изи первая дверь. Заимствовала. Те же скелеты на колесах. Ты думаешь, что именно из этой манги заимствованы? Смотри, как здесь клево. А что здесь есть? Сердолголетие. Что он делает? Хотелось бы мне знать. Как заводить друзей? О, татуха. Татуха. Рильки настроены в целебных травах. Прекрасно улучшающие здоровье. Ты станешь здоровее, чем когда-либо. ХП? ХП качат. Как здесь вообще можно сохраниться? Ага, игра была сохранена. Там, хп бустик максимальная. Нормас. Воскрешалити. Три зелья воскрешалити. Три зелья воскрешалити. Воденок не видно. Чуть не обратил внимания. Неужели тут графоний не дорос до этого? Сам Миядзаки сказал, что персерк вдохновитель. Это была лама, надо было свеча. Смотрите. Так, раз и прочее. Лампа. Вот, нормально лампа. Да, смотрите, какая здесь вода. Непрозрачная. Тут, наверное, стоит вспомнить о воде из... Блэйд оф Даркнесса. Божественной. А ведь Блэйд оф Даркнесс намного раньше вышел. В полости не был. Не, ну если я не был в полости, то, считай, в первом Дарке нигде не был практически. Вообще там самое милое дело в полости поформить ящерок. Это ж прям вот... Именно то, что нужно, чтобы прочувствовать Даркнесс. Смотри! Так, давайте барыгить местному. Готов помочь. Что у тебя есть вообще? Подарок, шоколадка, пиво. Вообще, у тебя ничего нет. Да нет, ничего интересного. Где-то барыгия с зелиями был. Хотя у нас сразу денег нет. Надо пойти совершить какой-нибудь геройский-геройский поступок. Возьми с карточного стола задание ОС. Дезинфекция. Очисти парк от насекомых. Изи. Вперёд. На свободу. Очень много градусов. А почему надо вам сегодня помочь? Помни, золотые пометки на карте покажут тебе путь к цели твоего задания. Не умирал. В полости не умирал. ОСы атакуют людей в парке! Скорее за мной! Кольцо Куларанти там доставал в полости. Даже доставая кольцо Куларанти не умирал. Пусть и умер на уровне Исмулги. Пульчина и всех остальных боссов вместе взятых. Ты, наверное, попытался убить жирного первым, а тощего вторым. Уломал, как открыть эту дверь. Сюда! Но он же прямо говорит, что недостаточно света. Даёшь у нас света и... Эй! Сюда! Дари два колокольчика. Меч за шибосых велик видел у многих. Он же так хорош. Не знаю, я его так и не попробовал. Уверен, вы найдёте что-то себе по душе. А, я могу стать свиномордом. Это прозвище себе можно купить, да? О, чёрный плащ. Повелитель Рун, Труид, Освободитель, Аватар, Убийца. Малификус. Хочу быть чёрным плащом. О, чёрный плащ это норм. Норм тема. Сюда! Эй! Сюда! У тебя задатки настоящего героя. У тех, ос, не было шансов. Что я могу для вас сделать? 20-й левел вов. Халявный скин напала. В... В этом, что ли? Где халявный скин напала? За мной! Эй! Сюда! Ну, пойдём, пойдём. Ох, ты со... За мной! Чего о жизни не знаешь? Я ведь тоже когда-то геройствовал, а теперь погляди на меня. Побираюсь. Да ещё этот пацан надо мной издевается. А-а-а, так я и знал. Никакой ты не герой... Вот ведь мерзкий оборот. Я так больше не могу. Я пошёл отсюда. А ты чё ржёшь? Круто, парень! Ещё раз его увидишь, рыгни на него. Так прикольно. Если тебе кто-то не нравится, всегда стоит остановиться и ему об этом сказать. На свете столько обидных слов. Только свистнём появится. Да-да-да. Слушай, реально круто. Уэлл Мэтт. Прыгал за этим лутом. Кольцо Хавилайт. Здесь ломается. Да, ну реально, это единственная нормальная продащая из всех. Ладно, пойду ещё над ним поиздевать. Чёрный плащ. Э, Ванючка, а ну верни! Не помню, тут вообще оружие с плащами есть. Вот после этих броники с плащами. Можно прям закосплеить. Су-эй, сюда! Нас ещё и все будут называть чёрным плащом. Этот мужик меня напрягать начинает. Стоим, и сюда. Эй, сюда! А-а-а-а! Плащи! Плащи! Изи ключ. За мной! Сюда! Пожалуйста, спасти моих друзей! Тянки вместо утра в ХС. Так это за двадцатый лав... О, Вовкин. А я думал, за пятьсот рублей. Как обычно. Как открыть в Дарке барыгу в локации в Храме Огня под маслом? Шестер продаёт? По-моему, с ним нужно просто поговорить в этом... В Лайттауне. И же ты его там встречаешь перед тем, как к Дракону отправляться. Там тусуются у входа, собственно, дверей к Лайттауну из канализации. Вроде как с ним говоришь там, и он потом перекочёт постепенно под мост. Да, вот глубина точно локация называется. Опять с этим золото. Помогите! Пожалуйста! Спасибо, что спасли! Я про вас всем расскажу! У тебя же руки были, ты что? Не гореть, а суримом. Бас! Ты мне жизнь спас! Огромное тебе спасибо! Я всем про это дело... Бери всех, Орс! Против королевы, Орс! Тебе поможет твой лук! Новые, Орс! С твоим оружием тебе нечего их бояться? И снова атакуй королеву Орс! Помогите, что у меня есть еще и магия! Да, да, у меня есть магия, у меня есть лук. А самое главное, у меня есть катана. Собственно. Это ради него не убивал ни худого, а жирного. Словой носом убийца, а то убил другой отца его жизни. Порядок! Главное тут не забывать сохраняться. Это я помню. Когда Трика ушел вперед, оказалось, что автосохранение здесь только по квестам. Слушайте, а чтобы местный экскалибур достать, нужно здоровье качать или телосложение все-таки? Как можно похвастаться? Трофеи. Вот. Смотрите, ну басы. Очень любезно, спасибо! Да, я не деньги хотел. А, во! Человек видит твой трофей, но не видели. Итог 3. Убил свой рекорд, заработав 30 славы. Смотрите и бойтесь. Самообмазованная катана. Магия? Мейдж тебе разыскивай. Он будет ждать в таверне в Пауэрстоун. Кому нужна магия, когда есть самообмазованная катана? Че это у нас тут? Статуя конкретно ни на что не указывает. Ну и ладно. Нам нужно купить удочку и лопату. Иначе я как-то не чувствую себя героем. Как будто я не герой без удочки и лопаты. Плюс, честно. Секретарь? Каукисты сидят, а потом еще не гуляют. Пауэрскоу, город мирный. Так что оружие я у вас пока заберу. Да-да-да. Единственная игра, в которую можно обрел. Лапки есть, каверны, народов всякого много. Игры, все что угодно. Я бы на вашем месте первым делом в таварную загляну. Но я тоже проходил раза три-четыре. Или пять даже. А может быть и шесть. Но это было так давно. К ней извольте с уважением. Она ведь у нас мэр. В общем, добро пожаловать в Бауэрстоун. Какой-то крутой меч с рунами. Хотя казалось бы, обычный стражник. Стражник обычный, а меч какой-то с рунами. Курасю, привет! Можно как-то тырить. Как здесь тырить, я совершенно не помню. Нужно ли обязательно в какой-то стелс ходить? Два ключа, кстати. Изи два ключа. Или как в Скайриме вообще? Так надо. Давайте запишемся. Посмотрим, как... Вспомним, точнее, как... Воровство здесь работает. Типа скоростной. Вот так забегаем. Опа! Пока никто не видит. Нужно обязательно как-то в режим стелса войти. О, да! Привет! Привет! А, глаз вверх, вверх, вверх. Что поделаешь? То есть, прикрытый глаз, вверх, 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 в правом углу. В левом, правом, вверх, вверх, в правом углу. Блин, мне надо... Надо, видимо, спать ложиться. Никто не живет, судя по всему. В левом, правом углу. В левом, правом углу. Есть. Эй! Как оно? Купаешься в лучах славы? А? Ага. Да, я слышал о твоей победе над царицей Оз. Весь Пауэрстоун об этом говорит. Но не давай славе вскружить тебе голову. Но я вызвал тебя незаятим. Нынче над нами собираются такие темные силы, рядом с которыми гигантские осы ерунда. Скажи, ты хорошо помнишь ту ночь, когда я забрал тебя в гильдию? Когда сгорел Куквелл, хотя вряд ли, страшная была ночь. Я думал, что разбойники перебили всю твою родню, и ты должен был стать следующим. Но, похоже, выжил еще кое-кто. Твоя сестра. Боюсь, что это всего лишь слухи проверить пока не удалось. Но я решил, что ты должен знать. И бога ради, парень, пока ты здесь, займись своим снаряжением. Да я бы занялся, но у меня вроде как... Мог бы и денег дать, перед тем, как эффектно исчезнуть. Мечника нанять не хочешь? Герой! Добро пожаловать к столу, где играют в пары! Что тебе по душе? Что тут происходит? Сколько ставишь? Герой! Герой! Ну давай, 10. Что делать-то надо? Герой! Герой! Если не возражаешь. А-а-а. Герой! Герой! Так, блин. Не, погоди, а... Да, вот. Эй, привет! Герой! Герой! Да, е-мое! Ничего. Может, вдруг сыграем еще? Сколько ставишь? Так, я понял. Собрался. Герой! Сколько прерывался. Герой! Герой! А, герой! Как оно? Пиво. Герой! Герой! Да, это имя тебе подходит. Ты выиграл и поставил новый рекорд. Герой! Сыграем еще. Добро пожаловать к игровому столу. Герой, герой. То есть тут можно баблана обузить. Теперь ты небосветный герой. Герой! Мне что-нибудь прохладительное, пожалуйста. Ну, давай. Добро пожаловать к столу, где и к что-нибудь...